здравствуйте сегодня наша с вами пятница я вас приветствую уважаемые достойные мои слушатели наши кому нравится конечно такое обращение то мне там раз написали что не смейте называть меня другом я буду корректно все те которым интересна наша с вами тема интересные разговоры интересно сутевая нагрузка интересны мотивы причины того что в нашей жизни с вами происходит это классная внутренняя исследовательская работа над собой потому что мы с вами люди наш разум работает тогда когда мы его нагружаем наш разум дает нам обратную связь от мира которую мы видим тогда когда мы задаем ей вопросы и себе и миру с пониманием конструируя что-то новое в своей жизни что-то заманчивое что-то потрясающее спокойно и ровно отказываясь от прошлой от прошлого нашего делая выводы и понимая что или эта ситуация в научении или эта ситуация для того чтобы мы стали с вами лучше то есть распознали научились делать выводы принимать решения и выстраивать свою жизнь так как нам хочется то есть мы сами с собой не должны биться мы сами себя желательно структурно заставлять мыслить размышлять работать работать не трудоголизмом себя обременяя работать точечно классно с пониманием что достаточное количество усилий дает классный и достойный результат если вам интересно и заходит данная тема которую я сегодня заявила к нашей с вами беседе присоединяйтесь я буду очень рада пообщаться побеседовать найдем что-то общее нужное перспективное и достойное и так я вас приветствую наши сегодня с вами пятница и мы начинаем добрый день ирина николаевна добрый мою маму люди считают странной потому что она одевается модно с хорошей фигурой следить за собой но не хочется заниматься зубами их реконструкции я и об этом говорю но она говорит что толстых видно издалека а зубы при разговоре прошу вас подсказать мне как мне правильно поступить уговаривать ее или принять ее точку зрения вы знаете я немножко скажу в историю из таких повествований во многих старых книгах написано о том что рабов и мудрецов раньше отличали по зубам то есть чем ровнее красивее зубы тем больше внутренний человек готов подчиняться то есть его нагрузка она в меньшей степени ему сказали он сделал то есть стимули он согласился и тогда вот эта ротовая часть наши зубы да они достаточно долго остается остается в хорошем состоянии если человека зубами проблемы и он много преодолевал много было перипетий в жизни и он напрягал челюсти то есть совсем буквально сжимал зубы для того чтобы справиться с какой-то непростой ситуации естественно под такой нагрузкой это все будет видно и происходить то что касается рекомендации вашей мамы скорее всего у нее низкий болевой порог и общее представление стоматологии в частности в нашей стране потому что это дорого больно долго и не перспективно но тогда позвольте вашей маме как бы это не выглядело принимать собственное решение и рано или поздно судя по всему она примет это решение чем больше вы будете давить тем больше она будет убеждаться в том что ей это не надо потому что на любые преобразования человек приходит внутренне осознавая внутренне принимая решение что это ему нужно что это ему необходимо и он сам через какие-то перипетии внутреннего такого конфликта внутреннего объяснения самому себе и принимает то долгожданное решение которое на первый взгляд со стороны кажется очевидным простым и не принимающим ну никаких таких серьезных конфигураций то есть мы всегда легко с вами можем чужому человеку посоветовать чужому человеку рассказать но никогда не ставим себя на место данного человека не видим какие ситуации какие жизненные перипетии преследовали человека как он справлялся как он не справлялся физиология наше тело то есть то что мы украшаем чем мы получаем удовольствие что кушаем спим как спим где живем это то чем мы с вами с материальным миром взаимодействуем и вот этот материальный мир в лице нас с вами любых ситуациях оказывает на нас определенное давление и вот как мы справляемся и как тело отвечает на это вот и есть проявленная часть того с чем мы справляемся чем мы не справляемся что-то у нас получается что то не очень так что вы поменьше маме фокусируйте на это место внимание и она скорее всего согласиться потому что когда на вы уходите она остается сама она все равно себя видит она все равно на себя смотрит но Но ей, видимо, нужно достаточно большее количество времени, допустим, чем вам, для того, чтобы принять для неё такое непростое решение. Ирина Николаевна, как стать счастливым и довольным человеком? Как обрести радость и перестать болеть? Помогите, пожалуйста. Счастье у каждого, знаете, такое имеет немножко эфемерное представление. Вот если мы с вами нашу жизнь немножко разделим на какие-то этапы, до 12 лет, с 12 до 14 лет, с 14 до 16 лет, и так потихонечку будем идти во взрослую жизнь, то если вы будете внимательны и честны по отношению к себе, то до 12 лет у нас нами управляет среда обитания, наши мамы, папы, бабушки и дедушки. И мы так или иначе хотим быть на них похожи, создаем ту же среду, работаем теми же убеждениями, представлениями, и создаем какой-то определенный образ, который нас движет. Когда мы выходим с вами на улицу, начинаем общаться с какими-то друзьями, товарищами, с какими-то взрослыми, которых мы видим, к которым мы приходим в гости, потихоньку наша модель начинает внутренне меняться, что счастье, скорее всего, немножко вот другого структурного порядка. Счастье вот, наверное, вот это, потому что тут конфет больше и платьев больше. Счастье — это потому, что вот так целует Волобик, а меня никто не целовал. То есть такая собирательная жизненная история счастья, она у нас у каждого согласно среде обитания, согласно нашим же родителям, согласно нашим преподавателям, которые участвовали в нашей жизни или не участвовали. Вопрос, как участвовали, насколько вам было комфортно и некомфортно, насколько вы выстроили иерархию, то есть уважение, и вы там были отличником или были от Орвида Брось. Много-много нюансов. И вот из этих нюансов, в принципе, когда мы оборачиваемся с вами в прошлое, у нас возникает такое состояние ностальгии. Нам хочется вернуться туда, и не хочется в другое место. То есть мы оперируем теми образами, как авторитетами, как ситуациями, в которые мы преуспели, у нас всё получилось, а в некоторых ситуациях не преуспели, и у нас не получилось. Так вот, если совсем не заниматься этим прояснением, что же мы накопили с вами за такую непростую жизненную стезю, то и выйдет всё то, что мы не хотим видеть, то, что нам не нравится, и где мы себя не очень, ну, допустим, хорошо повелили, там как-то смолодушничали, то это не счастье. То есть мы делим свою жизнь на минус и плюс. А там, где мы преуспели, где получили удовольствие, где всё сложилось красиво, достойно, спонтанно, спонтанно, так вот раз, и какой-то праздник, какое-то такое приятное внутреннее, эмоциональное, такое драйвовое состояние, и это мы записываем как в счастье. И чем дольше мы идём с вами по жизни, тем больше мы меняем своё представление о счастье. И вот на сегодняшний момент у вас оно тоже какое-то есть, но вы оперируете вот этими ассоциациями, понятиями из того, что вот это плохо, то, что было в вашем прошлом, а вот это хорошо, потому что вы оттуда вынесли какие-то эмоциональные, там, телесные удовольствия или что-то узнали, познали, где-то вам что-то сказал. Так вот, если вы всё-таки попытаетесь сформатировать счастье как образ длительного жизненного пути, неважно, сколько времени и сколько лет вам на сегодняшний момент, и когда увидите, что не бывает конфетных, таких ванильных, бесконечных дней празднества и хорошего настроения, и для того, чтобы ощутить вообще, что такое счастье, хорошее внутреннее состояние, нам нужна, то есть, противоположность. Движение от минуса к плюсу. И тогда, когда мы зажигаемся, у нас появляется внутренний импульс, и мы хотим таки испытать то счастье, которое внутри нас будоражит. У кого-то это конфеты, у кого-то это платье, у кого-то это машина, какой-то материальный мир, счастливый, удобный, комфортный. У кого-то это человеческие эмоциональные взаимоотношения, когда присутствуют чувства, когда присутствует взаимность, когда есть с кем поговорить и есть о чём поговорить, то есть люди на одном волне. Это тоже будет счастье. А кому-то нужно достичь тех результатов, тех высот, которые достигали люди с большой буквы, с высоким званием. И не потому, что они имеют статус, а потому, что они смогли в жизни своей преобразовать свою полную структуру от тела, эмоций и разума, то есть ума, до так, что это как машина работала. Не в плане робота, а в плане понимания, в плане такого структурного, очень точечного, жизненного пути, когда человек успевал и выстроит взаимоотношения. И самому себе, или семье, или близким каким-то отношениям, человеку классные, достойные, комфортные условия. И никогда не останавливался в познании себя, в познании того, как улучшить, как больше узнать, как преобразовать, а как это устроено, а как это работает, а какие механизмы у нас там ещё внутри есть. И вот это такое ментальное состояние недостатка знаний, информацию перерабатывая, мы это всё опускаем и при помощи этих знаний обретаем новые навыки, преобразуем собственную жизнь и устраиваем себе более комфортные условия. Так что вот счастье у каждого у нас своё в зависимости от уровня, который у нас не получается. И как только мы собираем полную сборку, стройки, тогда счастье в полном объёме с полным спектром всех удовольствий по жизни, а нами движут только удовольствие. К сожалению или к радости, вот так мы устроены. То есть мы всегда ходим от минуса «нет пирожного, хочу пирожного». Нет рядом достойного, хорошего, любимого человека хотелось бы обрести. То есть мы преобразовываем себя в зависимости от той задачи, которую нам ставит или жизнь, или ситуация, или наша профессиональная деятельность. Так что вы сформатируете для себя, сформулируете образ вашего счастья, увидите слабые места того, чего он недостаёт, исправляя их каждый день, то есть в настоящем, вы в конце концов рано или поздно, в зависимости от того, сколько времени на это будете тратить, и получите ваш тот образ счастья, о котором вы сейчас у меня спрашиваете. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Заметила, что есть много очень успешных, богатых мужчин-абьюзеров. Может, это невозможность справляться со своей аутоагрессией в моменте, то есть как общее обесценивание своих предыдущих успехов в том числе? Нет, это немножко другая такая детская модель поведения, когда ребёнок, ну, молодой человек, выскакивает от серьёзного давления матери, то есть перекладывание на него серьёзных, ответственных каких-то действий, требований, отношения к нему в целом, ты должен стать там кем-то, кем-то. И в противовес он выходит и говорит, вопреки достигну, вопреки сделаю, лишь бы вот кем-то стать, чтобы ни от кого не зависеть. И плюсом опять накладывается, чем хуже среда, как ни парадоксально, чем больше были некорректные отношения между родителями. И, допустим, простите, отец подавлял мать достаточно серьёзно, а мама пыталась удержать сына, потому что хоть кому-то хотела быть нужна и хоть от кого-то хотела получить хоть какие-то эмоции, то есть фрустрированные эмоциональные состояния, они очень болезненные на самом деле. Но когда это всё уже обретено, тогда от собственного состояния величия. Почему-то выходит чаще всего папа на абьюзивную модель. И так хочется стать папой в тот момент, то есть застолбить своё состояние, количество денег и статус не имеет значения. То есть власть, она трансформируется и очень хочется увидеть вот эту женщину, которая больна, которую принуждают к каким-то непонятным действиям, которую оскорбляют, обесценивают и унижают. И это греет душу, потому что он превозмог, превзошёл папу. И это такая внутренняя субличность, такое внутреннее определённое состояние иррациональное, которое с одной стороны помогает зарабатывать деньги, а с другой стороны требует, чтобы кто-то подчинился сто из ста. И таких людей в среде менее с достатком, людей, которые живут в более стеснённых условиях и гораздо больше. То есть мужчина по своей природе женщину пытается остановить. А если, не дай Бог, женщина сопротивляется и что-то тоже из себя представляет, это вызывает внутреннюю агрессию. Подчинись, потому что я сказал, потому что я там мужчина. Это свойство мужчины останавливать женщину. А женщине хочется туда-сюда, она более открыта, она с пространством в большей степени пытается коммуницировать и у неё это легче всего получается. А мужчина ограничивающий и видящий, что его женщина, если, не дай Бог, она ещё не работает, если она чувствует свою зависимость от тех, если возвращаться к вашему вопросу финансовых средств, которыми условно пользуется чаще всего в голове, о том, что я живу в таком доме, у меня всё есть, мне ничего не страшно, он, если я поплачу, всё равно даст. В общем, как-то такое иллюзорное представление абстрактности, что она имеет какое отношение к тому всему сервису, к тому, что он заработал. И тогда её подавление это дополнительная опция к его внутреннему вот этому мании, величия, значимости. И чем больше женщина будет подчиняться, тем в большей степени он будет её унижать и обесценивать, тем больше он будет её прогибать, тем больше он будет принуждать её делать вещи, которые для неё будут неприемлемы для того, чтобы согнуть и почувствовать свою власть. Так что деньги здесь имеют очень относительное значение, но они привлекают женщин более красивых, более молодых, менее замороченных, то есть считающих, что её тело, её привлекательность, её телесная оболочка как красота имеет право на комфортное, достойное существование, я бы сказала, с таким мужчинам и терпя все эти изгнания и извращения, она тешит себя надеждой, что она может пользоваться тем, что на самом деле ей не принадлежит от слова совсем. Ирина Николаевна, к своим 30 годам заработал очень много заболеваний, иммунный, артрит. Скажите, пожалуйста, как убрать заболевание и выкинуть огромную коробку с лекарствами? Устал? Ну, как-то вы над собой здорово издеваетесь, живете чужими убеждениями и злитесь от того, что надо что-то делать, а очень не хочется. То есть внутреннее сопротивление, то есть ваше ментальное напряжение без конца требует опасности, с которой вы не справляетесь. Есть, видимо, какая-то периодика ситуации, из которых вы не можете никак выйти. Болезнь – это как проявленная часть беспомощности, как оправдательная база. Артриты и любые костные заболевания, вы мягкотелы, вы каждый раз падаете, скорее всего, на втором или на четвертом шаге. То есть не переходите на следующий этап, не осознаете происходящие события вокруг вас. И вот такое подавление сначала кем-то, а теперь, видимо, самостоятельное приводит к такому плачевному вашему физиологическому состоянию. желательно бы собой заняться, желательно бы разобрать вашу жизненную ситуацию для того, чтобы и дать выход как методику, как направление к тому, что же вам нужно сделать для того, чтобы со временем, естественно, со временем ваши эти болячки перестали вас беспокоить, то есть вы восстановили иммунную систему. Это то, с чем мы оперируем с внешним миром, то есть вы абсолютно убеждены в том, что внешний мир на вас нападает, то есть вы падаете, вы закрываетесь, вы чувствуете себя жертвой, вам очень хочется помощи, эту помощь никто не оказывает. И такое замутное внутреннее невротическое состояние, собственно говоря, и приводит к тому, что вы чаще, живя в голове, больше остаетесь в такой статической форме без деятельности, без движения и задает форму тела, говорит, давай двигаться, давай что-то делать, давай куда-то идти, как-то преобразовываться, как-то менять порядок, уходить от тех вероятностей, на которые вы, к сожалению, то есть падки на всевозможные чудеса, всевозможные вдруг получатся. И это все слоями, слоями на вас накатывает, накрывает, и вы в обессиленном понимании, что вы якобы все делаете, вроде все стараетесь, все продумываете, все выстраиваете, но на самом деле, попадая в бессознательное состояние, встречая одну и ту же ситуацию или похожесть людей, которые заходят в вашу жизнь, вы делаете однозначно, не осознавая одно и то же, то есть соглашаетесь, прогибаетесь, или включаетесь из-под стимула для того, чтобы кому-то угодить, то есть чужую идею, чужой сценарий, а потом долго и нудно слушаете, что вы не соответствуете тому или сему, кто на вас рассчитывал, то есть вы погибаете внутренне, осознавая, гипнотизируя самого себя, что вы никчемный, жизнь ваша не удалась и, собственно говоря, у вас ничего не получится. Я вас уверяю, что это абсолютно не так. Из этого состояния можно выйти, но самое главное, нужно захотеть выйти из этого состояния и потом точно соблюдать, подтверждать ежедневно свое решение и падая, подниматься и даже по стеночке выходить и начинать двигаться, отказываться от тех таблеток, которые якобы стимулируют, якобы дают выздоровление. Я вас уверяю, что это не так, потому что наше тело очень хорошо может справляться со всеми задачами. Единственное, ему нужна тренировка чистые, светлые мозги и абсолютно четкое и понятное направление как задачу, из которой нужно выйти сейчас. Дальше следующая задача, следующая, то есть последовательность. Если мы найдем, ну, простите, вы найдете последовательность, то тогда проще будет разобраться со всем тем, что происходит в вашей так запудренной мы голове, то есть мыслях. Как найти предназначение и начать радоваться жизни? Предназначение — это то, что легче всего у вас получается. Это то, как случайно вы что-то делаете, и у вас сразу получается эффект. Вот это предназначение. Это то, ваша внутренняя предрасположенность то ли к действию, то ли к слову, то ли к правильному такому техническому заданию или сценарию, который вы можете очень красиво и достойно от Адаяна рисовать. Это то, чем живут в принципе все люди. У людей, которые вынуждены работать на более высокооплачиваемой работе, у них всегда есть хобби, которые они там как-то себя, этим хобби себя уравновешивают. А для того, чтобы стать человеком, нужно научиться решать многозначные задачи в нашей жизни. Наша жизнь в лице каждого из нас проверяет нас на успешность, на время выдержку, на дисциплину, на умение различать, на умение учить самого себя, на умение коммуницировать с людьми, с которыми нужно, приятно, или все-таки профессионально научиться привлекать внимание для того, чтобы получить нужный для вас профессиональный результат. То есть мы всегда живем в таком достаточно большом круге разных, разноплановых задачек, которые нам ставит наша с вами жизнь, те близкие люди, с которыми мы живем. И плюсом мы еще хотим преуспеть профессиональной деятельности, значит и задачи профессиональной деятельности нам тоже нужно научиться с вами решать. Они разноплановые, они всегда неожиданные, мы всегда пытаемся перестраховаться и в итоге чувствуем себя несчастными и как-то не замечаем своего, как вы говорите, предназначения. Предназначение это умение справляться с любым количеством задач, которые идет к вам в гости, я так скажу, потому что больше, чем нужно, никогда не дается. Значит, нужно научиться на каждом этапе справляться со всеми теми задачей, которыми вы сейчас обременены. Разгрузив, поняв специфику, разрулив это все, мы первое, чему учимся, ставим себе четкие внутренние переключатели, что эти задачи решены, вот таким способом они решены и больше никогда, даже только она начинается как проверочная система, мы сразу ставим предохранители, это называется шлагбаум, и больше не участвуем в этих ситуациях с такими типажными людьми, которые вот таким способом затягивают нас в какие-то не очень приятные эти же ситуации и мы там долго барахтаемся, возмущение, в эмоциональном раздрай, потому что со мной так нельзя, как она там могла, как он там мог и что же с этим делать, надо поговорить, нет, не надо поговорить, надо закрывать шлагбаум и хорошо, очень хорошо вычищать свою память и понимать, что идентичность будет такое же и продолжение и ни в коем случае себе не обманывать и не тешить надежды, что кто-то вдруг изменил к вам свое отношение, кто-то вдруг там снизошло на него озарение и он больше так делать не будет или она больше так делать не будет. Я вас уверяю, это ваш самообман. Раз сделал, значит разрешительная база есть будет второй раз и третий, и четвертый. Вот в принципе в чем и заключается самая такая неприятная, я бы сказала, задача, с которой мы вот тут сталкиваемся, решаем, распознаем, это увидеть свои неверные действия, которые приводят к тому, что мы разочаровываемся, потому что мы обижаемся, впадаем в апатию, в депрессию, на нас начинают влиять все какие-то физиологии, на нашу физиологию, начинают влиять природные какие-то там климатические условия, то есть мы становимся зависимы. Что такое зависимость? Я не хочу решать что-то основное и пытаюсь переключить свое внимание на то, что якобы на меня влияет и отхожу от того, что ничего не влияет, я просто не хочу решать, я не хочу в этом разбираться, я не хочу с этим сталкиваться, мне неприятно, мне хорошо, неудобно, а вдруг оно как-то само. В этой жизни, я вас уверяю, ничего само не происходит. Любое наше с вами действие, любая наша с вами мысль, слово меняет как наше пространство, так и пространство всех тех людей, которые находятся вместе с нами. И если мы будем с вами очень педантично, очень спокойно, очень дисциплинарно и ответственно подходить к своим действиям, к своим словам, к своим мыслям и к всему тому положению, в котором каждый из нас находится, мы увидим очень много интересного, очень много того, что нам не нравится, очень много увидите то, что действительно достигли. И это не только материальный мир, я вас уверяю, это третья, последняя частичка, она всегда упрощается, когда вы понимаете, что на вас идет, что вы декларируете, если это все совместить и не создавать сопротивление, то есть не возмущаться, а разбираться, то тогда и материально к вам будет в меньшей степени без препятствий идти, а в большем количестве тех денег, которые бы вы хотели иметь. А деньги всегда идут под задачу и они всегда находятся у других людей в каких-то укромных местах, условно, как метафора, что вы туда положили. Этому человеку надо сначала привлечь его внимание, а потом он вас отдаст деньги за вашу услугу или за ваш товар, или за ваши хорошие отношения, или какое-то объединение, или какую-то вашу помощь. И вот это начинает все потихонечку двигаться, сдвигается, трансформируется, структурируется ваше пространство с новыми мыслями, с новыми эмоциональными состояниями. И тогда вам становится проще, у вас улучшается настроение. Вы сразу понимаете, что это вы можете, и это вы можете, но при том, при всем никуда не бежите, вас никто в спину не бьет, от вас никто ничего не требует, не требует. И со временем приходят такие же люди, которые эмоционально, энергетические, между вами происходит общение. И это называется на нашем человеческом языке любовь. Когда женщина ждет своего мужчину, он приходит с цветами, и ей так приятно. Когда он говорит, ты моя родная, ей тоже так приятно. А она ему откликается в момент, я тебя очень ждала. А как у тебя дела? Да у меня. Ты знаешь, у меня задачка, давай поговорим. Люди перетекают из ролей мужчины и женщины во взрослые такие отношения, потому что мужчине очень важно, чтобы женщина своим прозорливым взглядом посмотрела на ситуацию со стороны. И вот это психоэмоциональное состояние уже выстраивается по-другому. Это степень доверия. А потом, когда пройдено достаточно много, и люди тысячу раз подтвердили, как раньше говорили, путь соли съели, подтвердили надежность, что они спина к спине, и дети их на них смотрят. И тогда возрождается счастье, когда они понимают, берегут то, что они создали, преобразовывают, обогащают и развивают. И вот в этом общем контексте каждый из этих людей счастлив по-своему, и вместе они находятся, потому что сделали всё достаточно долго, длительный жизненный путь, делали всё возможное, чтобы не ему или ей было только хорошо за счёт другого, а самое главное, чтобы человеку со мной было хорошо, чтобы он был благодарен, что мы с ним рядом. И это очень тонкое чувство. Я абсолютно убеждена, что рано или поздно, или в прошлом, или в будущем, каждый из нас обязательность это чувство ощутит, когда вот эта невидимая связь и дают ту самую ёмкую поддержку. И что бы ни происходило, я точно знаю, где тот, который меня поддерживает, любит и ценит. И каждая женщина хотела бы слышать, знать и чувствовать то же самое. При том, при всём, что можно быть классным специалистом, классным профессионалом. И не обязательно с этим человеком иметь какую-то такую более интимную связь. Нет. Это всё вместе. Потому что у нас сейчас всё с ног на голову перевёрнуто. И если он со мной спит, значит, типа, он меня любит и больше я ни на что не имею претендовать. Возвращаемся к предыдущему вопросу. И если он вообще появился, пришёл там, неважно когда, то я должна быть абсолютно счастлива. Вот это абьюзество. Это то, когда один другого порабощает, и это низкая самооценка того, кого порабощают. Потому что абьюз это бывший романтик, который был не признан со своими честными, красивыми, достойными порывами. И потом он глубоко обиделся, потом его кто-то обидел, кто-то предал, кто-то подставил под ножку, и он не смог с этим справиться, то есть разобраться, почему он сам спровоцировал данную ситуацию. И чем больше таких неприятных ситуаций, тем больше человек закрывается, и в итоге получается, я хочу кому-то причинить такую же боль, которую долгое время получал, перебаливал сам. Так вот, как человек, понимая всё это, разбираясь в себе, желая поделиться чем-то светлым, чистым и достойным с тем, кто рядом, понимает, кто с тем рядом. И вот это, ещё раз повторюсь, контекстность общей достойной ситуации, объединение, объединение людей, неважно, двое, трое, пятеро, неважно, но они в одной синхронизированной системе, как в связке, и вот это будет являться счастьем, потому что вы не будете одиноки, вы точно знаете, что вас поймут, вы точно знаете, что вас выслушают, вы точно знаете, что можно решить любую задачку, любую проблему, какая бы ни возникла перед вами. Почему есть выражение «мы» и «они»? Вот «мы» — это то, с кем вы идёте по жизни, а «они» — те, которые вам завидуют, переживают, делают гадости, подножки, подлости, обижаются на вас, вынуждают вас учиться, то есть создают вам ситуации, из которых вам нужно выходить с достоинством. Много-много разных мотивов у «они» по отношению к «мы», то есть к нам, будет возникать для того, только чтобы мы развивались, чтобы мы предупреждали ситуацию, не участвовали в них, и тогда это будет счастье. Это такая очень ёмкая картина, внутренняя, созданная не одним человеком, а каждый будет счастлив внутри по-своему, потому что у каждого своя потребность. Кому-то эмоции, кому-то материальная стабильность, а кому-то информация, как знания, которыми хотелось бы напитываться ежедневно, много, достойно и долго, чтобы это никогда не прекращалось. Вот с этой стороны попробуйте смотреть, простите, на вашу жизненную ситуацию, и тогда вам гораздо интереснее будет, во-первых, осознать, кто вы, и во-вторых, понять, кто с вами рядом, по какой причине, и третье, насколько вы вообще готовы к тому счастью, о котором мы только что с вами проговорили, идти, в принципе, или обывательство, и сегодня хорошо, вот это есть, и слава Богу, и достаточность такая, которая была в вашей семье или в семье вашего рядом находящегося партнёра, супруга, супруги, там, близкого человека. И когда вы это всё увидите, ну, судя по обратной связи, допустим, тех людей, с которыми мы тут занимаемся, ну, очень много откровений, очень много, но это же откровения, эти же ошибки, и дают нам импульс исправить, улучшить, превзойти и стать и в собственных, и в чужих глазах человеком востребовательным, достойным, экспертом не только своей жизни, но и желательно, чтобы всё окружение или всё общение, с которыми вы ведёте, оно было вас заинтересовано, а вы были заинтересованы в этих людях. Вот и получается, система «мы и они» всегда будет, знаете, такой плюс-минус, то есть без разницы потенциалов в этом мире ничего не происходит, или это будет болото, в котором все там повязнут, заснут, и что воля, что неволя, всё равно, что день, что ночь, всё равно, то есть деградация, если совсем просто одним словом ёмко сказать. Вот и посмотрите, где у вас присутствует ток, и где разница потенциалов, куда вас движет, и что вы хотите изменить. Или вы вот так топнул, там и туда, в ту сторону, и побежал, или пошёл, или покатился, у каждого своя такая представленная, движущая своя модель, говорит, ну я тут поковылял, так люди и говорят, я там побежал, я вот да пойду, поползу, потому что пора. Вы умеете слышать, и вы много-много чего интересного узнаете, как о себе, так и о тех людях, с которыми вы разговариваете. Решила сменить сферу работы. Куда хочу, не берут. Сплошные отказы. Возможно, так как нет опыта, но у меня за спиной крутые компании, и я легко обучаемая. Как не сдаться и снова не вернуться в ту сферу, которая меня не зажигает? Как же тогда люди меняют сферу деятельности, если опыт за плечами не совсем релевантный? Начнём с того, что если компания профилируется в той области, в которой вы хотите научиться, то тогда немножко шапочку снимаем, кепочку снимаем, и идём на ту должность, менее, да, менее, чуть, для того, чтобы начать с того, чтобы учиться. Сейчас компании практически не обучают, а если обучают, это такие примитивные, автоматизированные, автоматические какие-то специальности, выше которых заведомо не поднимаются люди. То есть они отбирают, согласно заданной задаче, операционистов, бухгалтеров, всех тех, которые будут долго сидеть на одном месте и с глубоким уважением или с глубоким пренебрежением, но тем не менее, будут сидеть на этом месте и выполнять эту рутинную работу. Каждый день много лет. Если вы хотите заняться чем-то креативным, и компания имеет тенденцию как направление в этом данном интересном вам тренде и направлении, да, то тогда вы заходите в эту компанию чуть-чуть на меньшую должность, то есть даёте себе люфт времени для того, чтобы во всём разобраться, для того, чтобы понять нюансы данной профессии или специальности, в которой вы хотите преуспеть. И точно должны понимать, это будет какой-то достаточный промежуток времени, потому что то, в чём вы хотите разобраться, будет менять вашу структуру мышления, структуру понимания. Вообще всё будет в вашей жизни менять, и на первых порах вы будете достаточно долго сопротивляться, потому что вы же работали в такой же компании, то есть вы будете противопоставлять свой прошлый опыт другой специальности тому, чему вы хотите научиться. тогда это будет очень хорошо видно со стороны и вас будут приструнивать, вас будут ставить на место. А вы ещё не знаете, как, потому что соперничать, когда вы чему-то обучаетесь, это вообще самая неверная модель поведения, потому что если вы соперничаете с человеком или выводите его с равновесия тот, который вас или обучает, или в данной профессии уже достаточно долго, вы будете выглядеть не очень корректно, не очень перспективно, и от вас проще будет избавиться, нежели чем через ваше сопротивление вас же учить. Так что выбирая компанию, вы точно должны понимать, что это сфера деятельности, данная профессия востребована внутри компании, и вам со временем при обучении, при самостоятельной подготовке, при заинтересованности, которую вы будете высказывать, обязательно найдётся человек внутри компании, который заинтересуется вашим рвением, и потихоньку, потихоньку вас чему-то научит тому, чего вы хотите. И вам это будет проще, и тогда карьерная лестница на основании вашей перспективы будет уже технологическая цепочка, но вы не будете выдавать сопротивление, что и спасёт вас от увольнения, от неприятных разговоров и конфликтов, и самое главное, даст возможность вам увидеть человека, который готов поделиться теми знаниями, которые вам нужны, и вы потихоньку с ним найдёте, притираясь, найдёте общий язык и сможете обрести все те знания, к которым вы так стремитесь, притом при всём работая, притом при всём получая заработную плату, притом при всём разбираясь во внутренних перипетиях любой компании, где бы мы с вами не работали, и вы решаете три задачи одновременно, только нужно спокойно, уверенно, и сначала принимается решение, то есть создаётся образ, если я прихожу и этому обучаюсь, тогда я через пять лет кто, и тогда этот образ, как путеводная звезда и вытянет, и даст возможность вам увидеть всё то, только что, о чём я вам рассказала. Будьте к себе внимательны и понимайте, что не вы, не кто любой по отношению к вам, не вы по отношению к другому, если вы более компетентны, если более знаете, разбираетесь в том, чем владеете, вы не позволите любому другому человеку менее компетентному как-то там вами управлять, как-то вами понукать, так что давайте уважать друг друга из расчёта хотя бы профессиональной деятельности. Личные отношения это такая очень ёмкая вещь, очень интересное построение, потому что чаще всего, если берём личные отношения, там оперируют наши мамы, бабушки, там какие-то классные руководительницы, какие-то подружки, какие-то ещё люди, какие-то книжные герои, ещё там какие-то образы, которые так часто меняются, что иногда прям дух захватываешь, видя того, каким человек был неделю назад и каким стал сейчас. Это разные темы, но их объединяет одно. Все, каждый из нас хотел бы быть очень комфортно, находиться в комфортных условиях, очень хотел бы внимания, понимания, заботы, любви и много ещё чего хотел, но почему-то мы с вами очень часто забываем в обратку, то есть обесценивая то, что создал другой и требуем всё большего-большего. Этот принцип и переносится иногда, а чаще можно сказать, постоянно и в рабочие моменты. Так что перестраивайте всё, свой взгляд, перестраивайте свой разум, восприятие перестраивайте, и тогда много интересного вам откроется. И достаточное количество людей позволит вам взять у них те знания, за которыми вы так серьёзно бегаете и хотите этому обучиться. Ирина Николаевна, пытаюсь разговаривать с сыном в 18 лет, говорить, что не о чем со мной разговаривать, неинтересно. Как быть? Но сначала вы послушайте, о чём бы он хотел в принципе с вами поговорить. Это же очень важно. Если вы назидательно в таком поучительном тоне с ним разговариваете и не слышите его вопросов или не слышали, когда ему было поменьше летом, до 14, то есть ваш ребёнок сейчас вас сравнивает с какой-то другой категорией авторитетов, которые для него более значимы и более актуальны на сейчас, потому что сравнительный анализ всегда сопоставляет то, что есть на сейчас у вас, ваша подача, ваш образ жизни, ваши достижения с теми, кого он увидел вовне. И вот эта авторитарная система, она меняется, и человек уже 18 лет самостоятельно принимает, на кого бы он хотел быть похож, какими бы моделями он руководствовался, какой бы образ жизни он хотел обрести, и вы, наверное, просто не попадаете и чуть-чуть поддавливаете или наоборот прогибаетесь услужливостью, занимаетесь. Тогда начинайте с себя, послушайте его. То есть сейчас молодые это всегда было конфликт между поколениями, всегда был. Это когда мы на каком-то с вами этапе успокаиваемся, говорим, ну все, постарели, уже все, пенсия скоро, уже что тут учиться, что тут это вообще, вот это уже не мое, я в этом не понимаю, не соображаю, не надо. То есть вы на себе ставите крест. А дети развиваются, а юноши хотят каких-то новых внешних подобий того, что они видят, тик-токи, ютубы, там где-то в каких-то клубах, где-то куда-то они ходят, с кем-то они общаются, как-то они коммуницируют, какие-то книжки, какие-то там образы, ну все это, все без конца работает, и сравнительный анализ всегда не будет в пользу родителей, если родители перестали над собой работать, то есть они успокоились и решили, что их жизнь вошла вот в это пресловутое русло, и самое главное тут дожить там до пенсии, спокойно, ровно, и не париться, потому что так всю жизнь работали, ну такие красивые новеллы мы можем каждый себе долго и усердно придумывать в голове, а ему нужна подпитка, а ему нужно что-то новое, и первый признак того, что происходит конфликтная ситуация между родителями и детьми, родители не хотят разбираться в чем-то новом, они не хотят слышать своего ребенка, они не отвечают ему запросами, они с ним не коммуницируют, вы это в принципе самый близкий человек, значит когда-то вы перестали слышать то, что он у вас спрашивал, перестали удовлетворять объяснение, или не захотели эту тему обсуждать, и теперь он нашел себе ну какого-то человека, какого-то друга, какого-то там может взрослого человека, может еще кого-то, с кем он обсуждает то, что он с вами обсудить не мог, тогда вы его послушайте, чуть-чуть посмотрите на образ жизни, о чем он разговаривает, послушайте по телефону в присутствии вас, как он меняется, что его беспокоит, чем он тревожит, насколько он невротичен, насколько он ну условно на телесном уровне движения, его дерзкие, резкие, раздражительные, или наоборот пассивные, апатичные, ну то есть мы на самом деле не знаем наших с вами детей, если мы не знаем себя, то как же мы можем их узнать, у нас такая, априори создается образ, я тебя родила, этого достаточно, но я вас уверяю, недостаточно, потому что вспоминайте себя в таком возрасте, вы много тоже хотели узнать, вы много имели планов, меч, каких-то там иллюзорных или романтичных представлений, что я стану кем-то и тем-то, я и туда, я и сюда, а потом как-то мы так быстренько или постепенненько успокаивались, приседали, и как-то получалось, что переповторяем жизнь своих родителей в большей степени, обретаем все то же самое, что было у них, и как-то убаюкиваем себя в том, что и так хорошо, есть люди, которые хуже живут, а если вы посмотрите на тех людей, которые живут лучше, то есть поставите себе задачу более высокого класса, достичь чего-то, в чем-то разобраться, и глядя на вас, ваш ребенок будет вами восхищаться, то есть вы не стареете, вы всегда заняты не в плане трудоголизма, услышите меня, пожалуйста, не в плане бегать первое, второе, третье, пятое, 24, на семье, это обслуживающий персонал, а это само собой разумеющееся, но вы будете, как они сейчас говорят, в тренде событий, с вами интересно будет о чем-то поговорить, то есть спросить ваш взгляд, потому что вы самый родной человек, и как бы наши дети по отношению к нам не агрессировали, как бы они не защищались, мы все равно навсегда в их памяти останемся самыми близкими людьми, они все равно будут испытывать недостаток внутри, никогда об этом не скажут, нашего внимания, нашего прикосновения, наших каких-то очень глубоких бесед, мы все одинаковые в этом плане, то есть все эмоциональное состояние, которое не заполнилось до 12 лет, оно будет резонировать и заполняться другими людьми, так что будьте, пожалуйста, более внимательны к своему сыну, и услышьте, и увидьте, чем он живет, что его интересует, и попробуйте эту тему потихонечку обсудить, и увидите, как он будет или рад этому, или будет закрываться, значит, он не очень уверен в себе, нюансов тысячу и один, но этим нужно заниматься для того, чтобы отношения обязательно наладились и стали на уровень хотя бы доверия, не веры друг к другу, а хотя бы доверия, чтобы вы не испытывали внутреннего опустошения, а ребенок точно знал, что вас обижать нельзя, и с вами обязательно нужно поговорить, потому что ему интересно ваше мнение, или ваше напутствие, или ваше какое-то рассуждение, то есть взгляд со стороны, и он обязательно будет к этому прислушиваться, а вы получите эмоциональную удовлетворенность, потому что ваш сын вас заинтересован, и вы перейдете на более высокий уровень, то есть взрослых людей, для которых не будет составлять никакой проблемы разложить, обсудить любую ситуацию, как свою, так и ту, за которой вы наблюдаете у соседей, у друзей, у близких на работе, на самом деле вот интересная жизнь какая, а не то, что с ним не сделать, он меня не любит или не хочет со мной общаться, это уже проявление, давайте искоренять причину, и тогда все последствия потихонечку сотрутся, и будет выстраиваться новая, более глубокая, по смыслу, приятная, достойная модель общения между вами и вашим сыном. Год назад купила квартиру, активной, что делать? Я думаю, что в вашем внутреннем мире присутствуют свойства заниженной самооценки, пассивной агрессии и бесконечного, то есть вы испытываете напряжение, вы притягиваете эти опасные ситуации, то есть вы всегда себя настраиваете, что не может быть все хорошо. Как только вы чуть-чуть расслабитесь, даже если соседи сверху, вы не злитесь на них, даже если что-то не получается. Хорошо сделаю, то есть это и называется сопротивление, через которое мы не можем пройти, его не можем из своей жизни убрать, аннулировать. Это то напряжение, которое и должно вот таким способом, как мы это читаем, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не достало, что-то разбилось, что-то там как-то, то есть вы аккумулируете как батарейка негативную эмоцию, что вас отберут, что вам не дадут, что вам что-то подменят, что вас там обманут, что вы опять проиграете. Это такой набор качеств, который человеком руководит, свойств, простите, не качеств, свойств, которые внутри, как вот этой вмешалки в миксере, без конца вами аккумулируются. Вы купили квартиру, вы справились, поставили сантехнику, но люди на там каком-то этаже, да, немножко позволили себе большего, но это же миг, даже не миг, какая-то такая миллисекунда по отношению к вашей всей жизни, и это всё пройдёт. Перестаньте негодовать внутри, перестаньте возмущаться. Первое, второе, ну кто-то не ценит ваших результатов, а вам так хотелось, чтобы вас похвалили, потому что усилие, которое вы прилагаете, для вас это очень значимая история. Вы просто сделаете, вы делаете это для себя. Перестаньте вокруг себя создавать вот эту негативную атмосферу, и потихоньку-потихоньку всё наладится, всё устроится, и опасность перестанет вас беспокоить, только по одной причине, вы не будете напрягаться, не даётся ни по силам, ровно столько, с чем мы можем справиться. Спокойно, уравновешенно, рационально можем справиться, и это состояние нужно учиться держать постоянно, и только после этого можно двигаться дальше. Давайте мы будем каждый раз, я надеюсь, что мы всё-таки проникнемся и осмыслим данное выражение, наше прошлое по отношению к нашему будущему, к нашему настоящему, то есть наше настоящее по отношению к нашему прошлому, это будущее. И всё, что вы сейчас имеете, это сотворённое вами мыслями, словами, делами. Наше настоящее сегодня, сейчас, даже в момент нашей с вами беседы, это прошлое по отношению к нашему будущему. И если мы с вами сейчас чуть-чуть на шажочек, на два, на три, больше осмыслим, больше осознаем, больше увидим что-то в своём таком глубоком, объёмном, внутреннем мире, где всё это передвигается, всё это двигается, негодуется, соединяется, разъединяется. Это такой бурлящий мир, в котором мы почему-то не хотим разбираться. И как только вы это всё успокоите, как только вы научитесь видеть, что эта ситуация имеет причину, причина всегда в будущем. Для того, чтобы в будущем эта ситуация больше вам не напоминала о себе, нужно её развернуть в логическую модель и понять, где же вы, на каком такте совершаете одну и ту же ошибку, одно и то же действие, одно и то же слово, то есть согласие или наоборот отрицание, чего-то не было. Где-то вы перегибаете и хотите что-то взять или агрессивно требуете от кого-то. Обязательно есть то действие или то слово, или та заявленная позиция, которая приводит к окончанию, как к инциденту той же самой ситуации, которая с периодичностью. Это как урок в школе. Не прошли, не выучили урок ещё раз. Люди могут быть разные, а ситуация будет идентичная. Значит, где-то в вас присутствует червоточинка. И с этой червоточинкой, как с причиной, нужно разобраться. Это у женщины болевые состояния эмоциональные, у мужчины страх, который, через который он не может пройти. То есть агрессия для того, чтобы пробить. Агрессия не пробила, отталкиваемся назад на два шага, на один шаг, зависаем и начинаем долго-долго плохо думать о всех окружающих, но только ни в коем случае не о себе. И вот эта ошибка, это и называется системная ошибка, её нужно увидеть, исправить, и будет ещё два раза в меньшей степени, но всё равно будет для того, чтобы вы не сэмоционировали, улыбнулись и сказали, я точно знаю, на каком шаге нужно сделать другое действие, другое слово сказать, и ситуация преобразится, то есть она перед вашими глазами развалится в том инциденте, которого вы боитесь, и превратится в тот результат, который вы даже не ожидаете. И это называется подарок жизни, опцион, то есть то, что прячется за негативом, всегда плюс, за минусом всегда идёт плюс, за плюсом всегда идёт минус. И чем меньше частота вот этих колебаний будет нас догонять, тем больше успешности, тем больше уравновешенности мы с вами, собственно говоря, и достигнем. Ирина Николаевна, подскажите, пожалуйста, как быть с ревностью? Понимаю, что нет доверия к человеку, как же отношения начинать, если кажется, что уйдёт? Да при чём же здесь человек? Ну давайте, мы же взрослые люди с вами. Ревность – это низкая самооценка, это ваше внутреннее отношение к себе и глубокое убеждение в том, что вы недостойны этого мужчины или недостойны этой женщины. А для того, чтобы это вас так сильно не беспокоило и не съедало внутри, вы начинаете выстраивать ограничения вокруг своего партнёра. И требуете, требуете внимания, расскажи, где был, где была, что делала. То есть вы пытаетесь ограничить свободу человека и показываете таким поведением то, что вы не доверяете, что у вас присутствуют сомнения. Но каждый из нас с вами, будьте честны, принимает решение не в зависимости от ограничений, которые ему выставляют, а в зависимости от задачи или желания, которые хотелось бы решить. И есть такой удивительный парадокс. Чем больше человека ограничивают, тем больше вероятность того, что он поступит диаметрально противоположно. А вам нужно поднимать собственную самооценку, вам нужно научиться уважать себя и понимать, кто с вами рядом. Человек, который, допустим, если это женщина, воспитавшая себя или с хорошим воспитанием, с хорошей достойной семьей, с полной семьей, зачем ей идти на какие-то ненужные действия, с кем-то там что-то крутить, вертеть, когда она точно понимает, что на продолжение вас, если вы мужчина, как она может унизить в себя, в глазах всех, чтобы потом, рано или поздно, а всегда все вылезет, всегда все вылазит, наружу, чтобы ей потом сказали, ты кто? Та же самая ситуация по отношению к мужчине. Зачем уходить от того, что хорошо и достойно, значит, вы прежде всего тогда не уважаете свою женщину или свою супругу, или жену, или близкого человека, значит, вы ей за что-то мстите для того, чтобы нагадить. Значит, вы абсолютно в детско-подростковой позиции, значит, вы получаете удовольствие от того, как мамке раньше там что-то сделал, что-то порезал, там что-то выбросил, еще там что-то, и смотрю, узнает, не узнает, адреналиновая зависимость. То есть, вы хотите всегда драйва по жизни и берете эту жизнь на слабо, как русская рулетка, но она любозно щелкнет, и щелкнет все и сразу. Тогда, если вы находитесь в отношениях с человеком, которому не доверяете, значит, вы не доверяете себе, значит, у вас есть какая-то картина в голове, которая никак не одевается на этого человека, или вы просто находитесь в такой мстительной позиции и хотите и требуете высший пилотаж получения внимания, делая так, как я сказала или сказал, сиди здесь, я тебя закрою, укрою, ограничу, и все, ты мое, вот только на меня молись, смотри, а потом, когда этот человек соглашается, вы его обесцениваете, потому что с ним нельзя сопротивляться, нельзя с ним конфликтовать, и это называются контрзависимые отношения, то есть, ваша привычка к конфликтам дошла до вот такой интересной ситуации, не буду называть, доконфликтной ситуации, без конфликта вы жить не можете, то есть, вам всегда нужно с кем-то конфликтовать, вам, как вас в детстве, так и вы теперь, кто-то кого-то ограничивает, кто-то требует, кто-то сопротивляется, и это форма жизни, но это очень утомительная история на самом деле, и рано или поздно кто-то не выдержит, дверку закроет, скажет, всего доброго, тогда вы провоцируете бесконечные разочарования, бесконечные разрушения, и со временем, а может уже и сейчас, вашей внутренней, такой глубокой жизненной позиции возникнет типа мстителя, надо все рушить, потому что все несправедливо, все не так, как я хочу, надо всех наказать, такая персонажная система судьи, которую человек сам на себя одевает и решает, что он имеет на это право, грустная история, потому что все объединятся и поставят вас на место, и опять же та же ревность, если вы не уверены в себе, зачем вы рядом с таким человеком, которого не можете развернуть к себе, это ваша задача, а не того человека, которого вы хотите развернуть, то есть женщина должна восхищаться мужскими способностями, а мужчина должен восхищаться знаниями женщины и абсолютной верой, доверия к нему, когда она видит, как он к ней относится, она его вдохновляет, она делает, создает вот эту среду, в которой ему комфортно, то о какой ревности можно разговорить и вам хорошо, и ей хорошо, а кто от хорошего из нас уходит, самый главный вопрос. Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. Подскажите, пожалуйста, как стать нужной себе? Сын уехал в другой город, понимая, что это необходимо, но болит душа. А вы не хотите самой себе стать нужным, или я не расслышала вопрос о сыну, семье или себе? Себе. Тогда позвольте себе такую вольность, начать в чем-то разбираться, чему-то обучаться. Найдите круг тех людей, то есть с кем вы можете объединиться и сказать «мы». Займитесь чем-то интересным для того, чтобы можно было передать. Но не сидите вы и не печальтесь о том, что сын пошел в свою собственную, хорошую, достойную, взрослую жизнь, а вы остались не у дел. Вы же не служанка, вы же не обслуживающий персонал. Ну, выберите себе какое-то дело, ну, займитесь вы чем-то достойным и хорошим для того, чтобы себя порадовать. Создайте условия, в котором вы можете и с собой поухаживать, с кем-то интересными людьми поговорить, чему-то обучиться, что-то сделать, куда-то поехать. Ну, структурируйте свою жизнь. Упрощайте порядок вещей, когда перспектива всегда будет вами выстраиваться. Тогда и сын с удовольствием к вам будет приезжать, и у вас занятость будет. Они, такое понурое состояние, что все, сын вырос, и мне деться некуда, разговаривать мне не с кем, в телевизоре нечего смотреть. То есть, вы сами себя убаюкиваете, что вы никому не нужны. Что за нужность тогда вас так здорово зацепила? Как вы представляете, нужна, не нужна? А себе, почему в таком формате вы не нужны? Что вы себе дать не можете? В чем вы себе постоянно отказываете? В чем вы себя серьезно ограничиваете? И вот как только вы это все найдете, таки, пожалуйста, снимайте ограничения, позволяйте себе то, что раньше не позволяли. Находите ресурс, занимайтесь интересным делом, изучайте эту жизнь, она потрясающая, и тогда вы помолодеете, потому что в прошлом жить нельзя. Тогда загорятся глаза, тогда и появится тот интересный, не обязательно это такие отношения, он на нем, а она на нем. Не, это когда будет о чем поговорить, это когда появятся интересы, это когда вы увидите восхищение в глазах людей, с которыми вы общаетесь, это совсем другая наполненность жизни, но почему вы обрекаете себя на унылое существование, почему? Вот мы сегодня тут немножко разбирались с жертвенными позициями, так получается у нас уже почти 80% жертвенных людей, которые никак не могут выйти из этой патологии, пните меня, сделайте мне больно, скажите мне, что делать. И на вас же и зарабатывают деньги, и вас же понукают, и вы все равно находитесь в этой позиции. Ну хоть раз вызов себе, ну хоть раз сделайте то, что очень хочется, ну поверьте в том, что вы со всем справитесь. Ну главное начать позволить и выбрать то, что действительно вам интересно. Да, будет сопротивление, я как этот попугай, да, будет сопротивление, да, будет в очередной раз захотеться бросить, но интерес переходит в надо. И если вам это надо, другая, более емкая, более насыщенная, более глубокая, смысловая жизнь, когда ваш разум, ваши мозги начинают вникать, а как это работает, а почему это работает, а почему так, а не так, то тогда весь мир вам будет помогать, потому что вы человек, потому что вы хотите во всем разобраться в том, что окружает вас, и еще чуть дальше, еще чуть емче, еще чуть поглубже, пошире, повыше, подольше. И когда вы становитесь вот таким огромным и большим и объемным человеком, как магнитом, к которому и начнут притягиваться люди, и тогда вы будете сетовать на то, что у вас недостаток времени, но это другая категория, другая такая приятная форма жизни, но к ней нужно идти. И пока вы к самой к себе не повернетесь, пока вы не перестанете себя жалеть и сетовать, что все там бросили, никто не хочет, то есть вы долго-долго в кого-то вкладывались, а теперь на обратном ходе хотите, чтобы у вас вкладывались. Кто этим будет заниматься? Вы это принимали решение самостоятельно. Ну так вложите ровно столько в себя, сколько вкладывали в кого-то. Представляете, какой эффект будет? Вот займитесь этим. Это очень удивительное занятие, правда. Ирина Николаевна, чем и как женщина привлекает мужчину-абьюзера? Жертвенной позиции. Желанием испытывать патологическую боль, что физическую, то моральную. То есть вот фрустрация это когда я требую переповтора детской позиции брошенности, ненужности, пассивности, апатичности. Лежу, страдаю, мамы нет, папа не пришел, папа не поцеловал. И вот эта потребность переживания боли равняется в детстве форме жизни. То есть все остальное пресно. Когда любят, пресно. Когда не бьют, пресно. То есть вот этого драйва, переповтора отношений в семье к вам и порождает ну как захотите. Все же желания у нас исполняются. Как заказывали, будьте любезны. И опять начинается вот это вот внутреннее такое тягостное состояние эмоциональное. Лежу, переживаю, как же так, со мной так нельзя, я к тебе, я к то, все. Ой, ну мне очень сложно разговаривать на этой теме, потому что я честно не понимаю, да, это моя такая личная позиция. Лучше что-то сделать. Встаньте в 5 утра, наденьте вы костюм, выйдите, пробежитесь, упадете, встанете, опять выбежите, побежите, ну с кем-то пообщайтесь, кому-то скажите доброе утро, здравствуйте, улыбнитесь, поговорите, ни о чем и обо всем. Ну запускайте вы эту жизнь, ну что ж вы на этих абьюзов, они несчастные люди, они глубоко ущербные люди. Это те романтики, дети, которых загнобили, задавили, внимание не дали эти женщины, если мы говорим о мужчинах, бабушки, мамы подавили, сломали, и они теперь хотят отомстить всему миру. Вы какое к этому и отношение имеете? Ну какое? И абьюз точно выбирает меру воздействия на человека, то есть подавление идет, воздействие идет постепенно, планомерно, то есть ваши личные границы продавливаются, уничтожаются. И если вы молчаливо на это согласны, первый признак это когда вашим временем начинают управлять. Пришел, ну когда пришел, тогда и очень замечательно. А вы когда пришел, взяли дверь закрыли, скажи, сегодня я не принимаю, давай через неделю. То есть вы не управляете собой, вы надеетесь, кто-то вам как костылечек дадаст то, что беспокоит внутри, как недостаток. Что, чего недостаток? Чего недостаток? Низкая самооценка, апелляционное, уничижительное отношение к себе, наплевательское, я бы сказала, отношение к себе. Ну так его же надо как-то исправлять, с этим надо что-то делать. Ну если ничего не делать и ждать этого упыря, который будет над вами издеваться, так это ж ваш выбор. И вы можете открыть дверь, а можете не открыть. Вы можете сесть в эту клетку и сидеть там, плакать, и ждать следующего, которого там придет и должен вас из этой клетки вытащить. Ну так это ж переходящее знамя. Тогда где вы? Тогда вы тело, которое покупают или используют свою угоду. Ну очнитесь, пожалуйста. Ну жизнь совсем другая, она более комфортная, более классная, более продуктивная, более интересная, более насыщенная. Почему вы не позволяете этой жизни себе проявить? Вот честно, для меня иногда бывает загадка. И очень классно смотреть, когда все-таки люди решаются, у них получается. И изменения достаточные, кардинальные, перспективные. Вот это 5 баллов. Вот 5 баллов. А притянуть к себе это ваше внутреннее состояние и желание, как потребность, которая резонирует. Желание боли будет боль. Желание унижения будет унижение. Желание обесценивания будет обесценивать. То есть это ваша потребность, которую вы воспроизводите и приравниваете к образу жизни. И этот недостаток вы будете бессознательно аккумулировать, аккумулировать для того, чтобы почувствовать, что вы живете. Вот это такая прямая зависимость. Обьюсь жертва, жертва, охотник. Кто-то должен спасти. И пошли мы по нове. Вот мы ходим в три шарика, как наперстники. И без конца ищем тот шарик, под каким же наперсток он в очередной раз спрятался. Ну, такая примитивная игра. Но в эту игру играют практически все люди 80% нашего населения. Удивительная история. Я переживаю, что друзья не звонят. Понимаю, что уже 47 и взрослая, но не понимаю, ничего плохого я не делала. Как будто жизнь толкает в новое. Много лет дружбы и сливаются все друзья. Найдите новых друзей, заведите новые контакты. Значит, вы куда-то двигаетесь и ваши друзья вас не очень понимают. Или вы перестали быть для них комфортны. То есть какая-то ваша позиция по отношению к ним изменилась, а до этого вы этого не замечали. Отпускаете людей легко. Это их выбор. Они имеют на это право. Зачем вы за них цепляетесь? Значит, вы в них нуждаетесь больше, нежели чем они. Значит, вы от них зависимы. И чтобы получить от них внимание, они вас перестраивают на какую-то услугу по отношению к себе. Вам это зачем? Вам это зачем? Идите, встречайтесь, общайтесь, где-то разговаривайте. Мы настолько друг друга боимся, мы настолько друг от друга закрываемся, мы настолько все это додумываем, придумываем. Этого нет. Ваших всех иллюзий, абстракций, этого нет. Мы живые. Да, со своими страхами, да, со своими заморочками, но мы должны научиться контактировать. Мы должны учиться языку общения. Без этого никак. И если вы не знаете, кто перед вами, даже если с ним дружили лет 20-30, а оказалось, что ошиблись, сделайте выводы и отпустите. Значит, на это место, как говорили раньше, святое место, пусто не бывает, придет та или тот, или та пара, с которой будет более интересно. Да, вы будете заинтересованностью встраивать эти отношения. Да, вы будете внимательны. Это и есть изменение, и есть новое. И ответьте себе честно на вопрос. Эти люди, что привносили в вашу жизнь, от чего вы не можете отказаться? От чего? что вам не достает собственной жизни, что вы так сильно от них зависите? Какую радость, или приглашение, или какие-то вечера, или какие-то обсуждения, или куда-то вы ездили с ними, что-то. Вы же не о людях тех переживаете, вы переживаете о той эмоции, о том состоянии, о том времяпровождении, о тех каких-то приятных моментах, которые вы воспроизводили вместе с этими людьми. Тогда надо разобрать, что вас производили, что у них есть, или что вас в них притягивает, и у себя это развить, и найти людей, с которыми вы будете отдыхать, приходить друг к другу гости, ну и так далее. То есть вы разберитесь, чем вы от них зависимости, что у них есть, или что они вам давали, что вы считаете, что у вас этого нет. Как только это поймете, тогда и будет начинать решаться задачка. Давай еще два вопроса, уже время. Ирина Николаевна, как быть, если во время собеседования и бесплатной стажировки все нормально до последнего дня? Но в конце дня говорят, что с документами не все в порядке. Они до этого момента были уверены, что могут взять на работу, но сейчас выяснилось, что на обновленных условиях не могут. То есть вы волонтером поработали какой-то промежуток времени, и, собственно говоря, за вами такие же следующие и следующие. И обычно это работа такая примитивного, очень монотонного характера, и вам рассказывали, рассказывали, что да, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Давайте взрослете. Когда специалист, когда человек в чем-то классно, достойно или хотя бы на хорошем, среднем уровне разбирается, его не тестируют, о нем собирают информацию, что он умеет, чего он достиг, и в чем он преуспел. И тогда ему не выставляют никакие месячные, двухмесячные, какие-то проверочные, бесплатные варианты, да, там вот что-то сделаем и потом посмотрим. То есть вы или занижаете свою квалификацию, то есть обесцениваете все то, что вы знаете, и убогая модель и дает возможность тем рекрутам вами воспользоваться, или вы действительно в чем-то не разбираетесь, тогда и ищите место, которое даст вам возможность подниматься и разбираться. То есть самое главное найти более или менее приемлемую компанию, которая занимается тем, чем вам интересно, зайти туда на ту должность, чтобы вас взяли на постоянную работу и потихоньку выстраивать там свою карьерную лестницу это абсолютно технологическая цепочка. Это не близкие отношения, это не какие-то там как вам сказать сват, брат там кто-то кому-то, нет. Чем больше профессиональными качествами и навыками вы будете обладать, тем больше любая компания будет заинтересована в том, чтобы в ней остались. И как только будет первое ваше признание, тогда можно потихоньку начинать заявлять позицию. Это длительность по времени, это абсолютно другой взгляд на рабочую процедуру саму по себе, как профессионального человека. А все остальное это мишура, это использование, прогибание на уровне согласия. Давайте еще раз, а давайте еще раз. Отказать можно по-любому. Значит, или вы не обладаете тем, что нужно компании, или вы занижаете свои знания до примитива и не проявляете их и позволяете каждый раз, то есть неуверенность в себе и позволяете каждый раз пользоваться и неуверенность бесплатно и потом вас выбрасывать, потому что вы, на вас глядя, и, собственно говоря, вас и не было заинтересованности. Вы не проявляете профессиональные качества, а вы проявляете какие-то приспособленческие качества, какое-то унылое согласие, согласие на все и на вся, потому что там есть работа, вернее, нет работы, есть ипотека, там масса всего. Вы жизненные задачи перекладываете на профессиональную деятельность, и это разные задачи, разные роли и разные модели поведения. Вот этого путать нельзя, как только вы будете внутренне, самодостаточной и развиваться в данной профессии самостоятельно, что-то читать, что-то узнавать, с кем-то разговаривать и понимать, в какой компании можно что-то как-то продвинуться при помощи обучения рядом сидящего человека. Ну вот, это совокупность факторов и прочих других взятых условий, как за основу. Умение защищать себя, умение подавать правильную информацию, этому всему нужно учиться. И как только ваша позиция будет считаться как уравновешенная, спокойная, перспективная, вас перестанут пользоваться и вам предложат или согласятся вас взять на работу, да, будут проверять, да, будут там как-то смотреть на вас с разных сторон. Но если вы будете усердны по отношению к себе, слышите, не по отношению к компании, пытаясь понравиться и сидеть там до 12 ночи, высиживать, только ради того, чтобы вот все сидят, это я буду сидеть. Нет, самый высший пилотаж, когда вы быстро и качественно делаете те задачи, которые перед вами ставят, и вы абсолютно свободны. Всех удерживают временем только по одной причине, чтобы люди испытывали внутреннее состояние напряжения, чтобы они чувствовали себя ущемленными и ущербными, чтобы они постоянно перерабатывали, то есть не успевали восстанавливаться только для того, чтобы они никуда не ушли. Посмотрите, в компаниях, в которых вы работаете, есть привирегированные люди, которые пришли, заявили, ушли, но они основываются на своем результате, на каком-то своем проекте, могут это защитить, могут отбиться и могут доказать, что они могут. А все остальные пытаются таком во внутреннем конфликте как-то друг дружку шептались, рассказали, сплетенки там еще, то есть дружат с кем-то, против кого-то, но продуктивность и эффективность их профессиональной деятельности стремится к нулю. Вот уходите из этой категории, переходите потихоньку в категорию профессиональных людей и у вас все однозначно получится. Я с вами прощаюсь на сегодняшний вечер. Спасибо, у вас были хорошие, достойные вопросы. Я очень надеюсь, что мои ответы поспособствовали хотя бы какому-то осмыслению. Отдыхайте, приятных вам выходных и до будущей пятницы. Спасибо огромное за нашу с вами сегодняшнюю встречу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова